русский танк иди нахуй ну теперь наша а и а и и и и и и и и и то нас этот российский так то что в 밑 hang на Стандартный курс подготовки на полигоне до войны был около месяца. Командир танка, наведника или механика-водителя. Сейчас, конечно, в условиях войны подготовить танкиста можно за два недели. Это чебурашка. Крутое право-влево и поднимаем вверх-вниз. Тут есть кнопка. Одна. Это дальномер. Вимиряется дальность до цели. Сзади, с той стороны, есть кнопка, чтобы стрелять из пушки. У кого? Сброс дальномеря. Кнопочка есть? Есть. С той стороны стрелять из пулемета. Ты себе руки делись? Да. Я понял, понял. Чего я воюю? Так, как и все хлопцы, которые тут рядом со мной. Надо кому-то воювать, кому-то защищать. Тут это делать, чтобы враг не пошел ближе к нашему думу. Крутое наша земля. Война началась. Ты слез с трактора, сев танк и едешь бить москалов. Это Орда. 800 лет назад сюда Орда наступала монгольская. Сейчас Орда наступает росийская. Мало что изменилось. 800 лет для истории это... Саша будет так. Потому что порой снова... А мы начали смотреть на пушку. Да. Субтитры. Субтитры. И вот. И вот. И вот. И вот. Того разу история, навіть, еще крутейшая. Наши бойцы не просто минусовали два танки у россиян. Ось эти машины еще не так давно были с буковками Z. Теперь это плюс два танки в украинской армии. Поэтому давайте сделаем так, чтобы больше людей увидели наших героев. Лайк, репост, відео. И поддерживайте ЗСУ и Громадское. Он уже вчера, позавчера, подбил МТЛБ, БМП. Это комбатская машинка сейчас. Чапкин Александр Геннадьевич вчера працював на ней. Добрый день. Валентины с тобой приветствуют. Добрый день. Кинули, говорят, этот танк. Перепухи. Система полностью один в один, как на наш Т-64. Т-64. А это Т-80. Танки стоят тепловизоры. Из них легче стрелять. Потому что прицел наводишь, тепловизор ловить в посадке. Тепло. И ты стреляешь, ты попадаешь, то ты даже не понимаешь, что ты попал, когда загораешься. Дуже скоростные. Двигатели турбинные, вертольотные стоят. И они очень быстрые. Они развивают до 100 км на годину. Вот эта машинка самая сучасная. Это 21-го года выпуска. Их захопливала пехота, когда отступала, когда танки кидали. Очень много было, что горюче закинчивалось. И они просто лишали и уходили. Но даже танки таки захвачивали, что БК. Да. Повністю конвейер БК був. А как вы вообще чувствовали, что вы на российском танке? Я вообще главный сержант танкового батальона. Трошки старенький. Хлопцы молодцы воюют. Но я вам скажу одно. Яка б не была техника, но она нам помогает. Но они не были. Они пришли на нашу землю. Мы не мы до них. Я, извиняюсь, танкист, я пройду с 14-го, 15-го, 16-го, 17-го, и сейчас снова пройду. Но уже 52-го года. Трошки коленцы не твое. Но свою работу выполнили. Есть мандраж. Есть что-то. Но есть дух. Своя земля. Глючок такой маленький, знаете. Треба же до этого стремиться. Семья, родина, родственники, друзья. Мы же только ради них. Скажу откровенно. 11-го числа у меня я загинул сын. Неброчный сын. Офицер. Только выпустился. Молодые два сонарей. Его не могли найти. Я с ним не общался. Один сроки. Мужики, я хочу висказаться просто. Вот. Я ее начал. За пів дня я ее начал. Ви особисто? Особисто я. Я принял всіх. Но я ее начал в городе. Ну, уже когда началась война, у меня сын служит всем. Тоже танкист. Вот. И как-то я посчитал правильным идти помочь. По крайней мере, ему. Чтобы быстрее все это закончилась эта война. Я думаю, что, наверное, они, мы будем второй армией. Не только в мире. Ну, в Европе это точно мы будем первой. Потому что у них нет такого опыта. Все равно противник сильный. И нельзя так говорить, что он слабенький и бестолковый. Не сильный. Но опыта у нас уже, ого-го, как набралось. Это не статистика, что там 20 подбили машин или там 30. За каждой подбитой машиной стоит работа человека. Вот. Как он действовал в той ситуации. Когда подбиваешь танк, больше адреналина как-то срабатывает. Вот. Азарт может быть, что танк подбил хорошо. Ну, танк украсть это, в принципе, тоже. Ну, если у них на один танк стал меньше, то есть на несколько жизней стало больше в нас. Вот. Потому что танк все равно несет смерть. Мы перемололи очень много россиян. Прорывались они почти два месяца. И пройти не смогли. Потому что, благодаря усилиям нашей танковой бригады, 3-й, 93-й бригады, 95-й, 81-й, за эти два месяца нам тут удалось покласти чимало россиян, знищити чимало их техники. Намер взяти Барвінкове и вирваться на оточение Словянска, Краматорська у них уже зник. В бою все залежит, здебільшого, от мотивации и экипажа. Была проба нашего подраздела взаимодействия с 25-й бригадой штурмовать Топольское. По исследованию данных, там было не достаточно много сил противника. Но когда уже вступили в бой, въязались, зрозумели, что там значительно переважная кількість противника. На шесть наших танков з их боку было близко 20, плюс еще поддержка артиллерии. И когда вступили в бой, зрозумели, что там переважная сила противника, по максимуму нанесли вогневое урожение, для того, чтобы дозарядить боекомплект. И в цей момент ворог начали использовать активную артиллерию різных калібрів и не дав возможно больше вийти на вогневые позиции. Но так как в бою была подбита одна машина, 513-та командира взвода Ярошука, то было принято решение еще раз взрываться одной машиной, чтобы не наражать других на небезпеку, нанести еще раз вогневое урожение, чтобы подавить вогневые точки противника. Під час цього виезда подцепили пошкодену машину и вытягли из поля боя. Я не рахую особистые, я рахую только заслуги роти. И в тот день ротой, якою я керував, было подбито значительно больше танков. Мы говорим, что в районе девяти это те, которые згорели, которые мы видели, визуально подтверждены и выгорели. Но были еще те, которые были завалены с порудами, которые были из примещений, из ангаров. Были те, кто влучали, но они не горели, и, возможно, с часом были эвакуированы противником. Благодаря тому, что нам удалось поддерживать этот рубеж обороны, наши братья мои артилеристы, сейчас у них больше работы, а немного позже мы будем больше работать. Наши танки пойдут в наступ, артилеристы сделают подготовку на одну-двие дни, а дальше несколько недель будут работать танки и пехота, которые будут захопливать ворожие позиции. Мы пехоте помогаем, всем помогаем. Надо наступить из всего танки, пехота за ними. Все, как положено. Это сила. Мерседес, БМВ отдыхают. Это сила. На данный момент у нас живет 4 человека. Почти полтора экипажа. Мы выполнили задачи, соответствуем. Нам проходят замены. И мы едут отдыхать. Время Если вы видели Бреда Пита в известном фильме Фьюри, то Бред Пит играл Михаила, у нас один из командиров танков. Его играет Бред Пит. Бред Пит. Очень похожий на него. Нам главное, чтобы их вообще тут не было. Тут, мабуть, все находятся с одной методой, чтобы их просто выбить. У нас не было. У нас одна мета – вигнать, касаться из Украины. Одна мета. Я в коллективе, но я рад, что... У нас нет такого, что мне 60, тебе 25, ты там будешь что-то делать. Все коллективно организовываем нашу работу. У меня два сына офицера. Мой сын один в Одессе, другий за Харковом. Я рад, что я им помогаю. И мы все пришли сюда, чтобы победить. А что они до нас пришли? Кто может объяснить? Это весь мир должен повстать против этой Раши. Весь мир. Чтобы этой войны не видел никто вообще. Ни жоден. Ни дитина, ни отец. Ни кто. Во всем мире. Ей не нужно. Это гинуть люди. Танкисты передают привет 95-й бригаде. 13-го в Батове. Сын меня служит. В 8 месяцев он там на передовій. Мы хотим его приветствовать, чтобы они были, хлопцы живы, здоровы. И мы им поможем. Ты с чего вас стрелял? Все. С механом, на наводчиком. Все. Сейчас приезжаю, окажу компакт. С чего вас стрелял? С телеканспуском. Ну почему? Ну или он просто перепутал право-лево. По местам. За нами правда в первую очередь. Победа в этой войне будет для меня считаться, когда мы выйдем на нашу границу, границу Украины, полностью и здесь, и в Крыму. И когда я буду знать о том, что соседняя страна, Россия, больше не будет думать сюда нападать. Попробуй сначала залезти. Это самое важное. Давай. Если Донбас мы можем, мы можем отвоевать. Реально можем. С Крымом все сложнее. Крым вдасться назад повернуть себе и только после того, как Россия начнет разваливаться. Для меня лично победа – это когда не будет людей дурить, когда ты сможешь выйти на подверье и понимать, что майорит – украинский прапор, люди говорят украинской мовой, ты можешь пойти найти себе работу, ты можешь дитину привезти в нормальный садик, ты можешь проехать по нормальной дороге. Эта война – это очень большой шанс для страны. Шанс отрываться от этого якора, я по-другому не скажу, Российской Федерации, которая все эти 30 лет независимости гальмировала нас в развитие. И, возможно, где-то, через 10, 15, 20 лет, мы даже благодарим россиянам, что, хай и большими жертвами, но мы, наконец, скинем из себя этот якорь, который нас держит, который гальмует наш развитие. И мы таки становимся нормальной, квитучей страной. Я не танкист, но я научился, я умею. И они от нас будут гинуть, сука, и пойдут в нашу землю. Сумной ночи, пацаны, я, сука. Давай. Бережите себя. Да это вы себя бережите. На Украине. Героям слава. Русский танк. Теперь нахуй!